Всем привет! Сегодня мы поговорим о пересадке и уходе за комнатным растением. В данном случае у меня комнатное, а это вообще-то произрастает оно на улице. Это дуранта. В народе еще называют комнатная березка или маленькая гейша. Дуранта это быстрорастущий кустарник и за год может нарастить очень-очень длинные ветви. Вот такие, как у меня. Из-за этой особенности растению требуется, конечно, изживодная пересадка, при которой нужно подобрать горшок большего размера, чем вот этот старый. Вот мы берем вазончик, ну на пальчик больше вот этого вот старого. Я составляю питательный грунт, конечно, сама. Так же, как мы обрезаем ветки для того, чтобы сдержать развитие куста, например, и чтобы он рос более компактным, ну и позволит нам куст сделать более пышным. Еще, если у вас, конечно, нету возможности самим составить грунт, то подойдет обыкновенная универсальная почва, универсальная смесь. Еще говорят, что листья и ветки дуранты, они ядовиты. И при уходе за цветком, конечно, необходимо соблюдать осторожность, надевать перчатки при обрезке. Вот я одела перчаточки, и сейчас мы начнем работу с этим красивенным растением. Сейчас мы посмотрим, какая корневая система у этого растения. Посмотрите, она уже давно просится. Эй, человек, пересади меня в больший горшок. Но времени нету. Сейчас я ее даже и не выдеру с горшка. Ой, боже, посмотрите, что это делается. Какая корневая система мощнейшая. Конечно, старой земли, здесь даже нечего, чего и обтрушивать. Конечно, корешки можно даже немножко нижнее и оборвать. Не жалейте. Она снова нарастит вам вот такую мощную корневую систему. Вот просто немножечко. Конечно, желательно было обрезать чем-то таким остреньким. Но у меня сейчас под рукой ничего нету. Я буду это делать руками. Здесь сверху все убрать. Вот так. Вот такая получилась у нас корневая система. Ой. Берем лазончик. Лазончик обязательно я кладу дренаж. Кто не кладет, это ваше право. Я не кладу. Сейчас мы составим почву. На время пока поставим. Здесь у меня огородная земля. Огородная земля, я ее не пропариваю, не проливаю ничем. Она просто привезена из деревни где-то дня три назад. У нас сейчас очень большие морозы, минус 7 градусов. И мне кажется, все бактерии и все замерзло. Конечно, я ее немножечко просеяла на сито. Здесь ничего такого нет. Значит, я добавлю еще немножечко торфа. Торф у меня классма. И добавлю я еще вот такой почвы на основе торфа. Она легкая, питательная. Вот так. Вот такая. Много не буду сыпать. Получается, у меня две части огородной земли, часть торфа. И, наверное, полторы где-то части земли на основе торфа. Еще я сюда добавлю, знаете, что добавлю? Добавлю у меня и перлит. Ой, не перлит, а лава и циолит. Немножечко сюда добавлю я. Вот так. И еще добавлю, знаете, что? Агроперлита я сюда добавлю. Он удерживает летом влагу. Вот такой вот. Конечно, желательно его было просеять. Но я смотрю, он у меня вроде бы без пыли. Вот так. Вот так. Берем новый вазончик. Насыпаем сюда почвы обязательно. Так побольше, чтобы корневая система разрасталась. И знаете, что я еще сюда добавлю? Я добавлю сюда микоризы. Добавлю сюда микоризы. Вот так. Хорошо смешаю с почвой, чтобы микориза обязательно соприкасалась с корневой системой дуранты. Вот так мы ее размешаем аккуратненько. Вот так. Ага, еще, еще. Самое главное, что я добавляю. Вы уже все знаете, кто меня часто смотрит. Вот такое дело я добавляю обязательно. Вставляем сюда дуранточку свою, красавицу. И засыпаем почвой. Засыпать нужно тщательно, чтобы все пустоты были закрыты. Чтобы корневая система контактировала с землей очень хорошо. Вот так. Вот как ей будет хорошо. Она у меня весной будет свистеть. Кто хочет посмотреть, как цвела моя дуранта, у меня есть видео. Можете пройти и посмотреть. Вот так. Утрамбовываем землю хорошо, чтобы пустот не было. Вот так. Все. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Красота. Ну а как же без обрезки? Обязательно нужно... Где мои ножницы? Обязательно нужно обрезать. Как всегда. Рабочий процесс нужно прервать, чтобы найти ножницы. Все, нашла. Нашла ножницы. И сейчас мы просто будем безжалостно, безжалостно просто обрезать это растение. Слабонервных прошу не смотреть. Эти все... Веточки пойдут на черенки. Вот так. Вот так. Все. Да, это мы немножечко омолодим. О, все. Вот такое растение у нас получилось. Компактное, пересажено в свежую почву. Конечно, обязательно нужно пролить. В данном случае у меня тепленькая водичка. Водички разбавим корневин и энерген. Кто еще не знает, чем я проливаю пересаженные растения. Все. Больше никаких манипуляций с этим растением мы не делаем. Пускай он у нас растет. И цветет очень красиво. Вот такой. А вот с этих череночек, с этих веточек я сделаю череночки, как обычно. Берем, обрываем нижние листочки вот так. Вот здесь было соцветие, видите? Обязательно нужно соцветие обрезать. Все. Черенок готов. Обмакиваем в корневин. Ставим в торфяную таблетку. Ставим в тепличку, в тепло-светлое место. И все. Через две с половиной недели череночек дает вам черенки. Вы садите в новый вазончик. И у вас весной снова молодое растение. Все быстро и хорошо. Все. Всем всего доброго. Спасибо вам за лайки, за добрые комментарии. Всем всего доброго. Пока-пока. Еще скажу, кому, если что, непонятно, спрашивайте, всегда отвечу. Все. Всем всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...